Добрый день, дорогие зрители! Вы на канале Прогулки с Натальей. Сейчас я иду по улице Полтавский шлях и нахожусь возле театра для детей и юношества. Сразу за этим театром появился новый сквер, который называется Сквер мыслителей. Но дело в том, что сквер здесь был и раньше. Он появился не сейчас. Еще в 18 веке здесь было небольшое озеро или почти болото, которое все обходили вокруг. А затем это место просто засыпали землей и посадили деревья. Вот так и появился сквер на этом месте. Несколько дней назад сквер облагородили и поставили здесь памятник мыслителям или философам. Если интересно, идемте со мной вместе, посмотрим на это новое сооружение. Сквер огородили решеткой. Наверное, правильно. Сделили декоративное украшение по деревьями. Тоже правильно. Это довольно симпатично. И очень симпатичные тротуары. Это то, что я вижу я уже при входе в этот сквер. Улица Полтавский шлях. Одна из старых улиц Харькова. И в 18 веке это была центральная улица. Как у нас сейчас Сумская, это главная улица, где кипит вся культурная жизнь, скажем так. Так вот, раньше функции такой культурной улицы, центровой улицы, имела эта улица Полтавский шлях. А мы заходим в сквер. Здесь при входе есть информационные стенды на английском языке. А слева такой точно информационный стенд на украинском языке. Ну что, вперед. Давайте посмотрим. Первое впечатление довольно приятное. В центре находится памятник. Памятник Триптих. То есть здесь изображены три человека. Это Григорий Сковорода, Абай Кунанбаев и Мирзав Аталия Хундов. Конечно, каждый украинец, тем более каждый харьковчанин, знает, кто же такой Григорий Савель Сковорода. Потому что его творчество, биографию изучают в школе. Но у этого канала есть зрители, которые не знают ничего об этом украинском писателе-философе. Скажу о нем буквально пару слов, потому что в любом случае информацию можно найти в интернете. Григорий Сковорода жил в 18 веке. Это известный украинский философ, просветитель, гуманист, поэт, педагог и путешественник. Он много путешествовал по слабожанщине. Жил в Харькове, возле Харькова и даже преподавал в нашем Харьковском коллегиуме. Во время путешествий пеших, он ходил пешком, он писал свои философские трактаты, диалоги, песни, байки. И главным сенсом жизни человека считал самопознание. Абай Кунанбаев – это казахский поэт, композитор, просветитель, мыслитель, общественный деятель. Он является основоположником новой волны казахской письменной литературы. Жил Абай Кунанбаев в конце 19-го, начале 20-го века. Абай Кунанбаев – это азербайджанский писатель, просветитель, поэт, философ, также общественный деятель. Он был членом Российского императорского географического общества. А также он унес очень большой вклад в азербайджанскую драматургию. Сквер мыслителей символизирует дружбу между Украиной, Казахстаном и Азербайджаном. Если мы внимательно рассмотрим памятник, его можно обойти и посмотреть, что сзади. То окажется, что эти три философа и мыслителя изображены как бы на кроне дерева. Это тоже не случайно. Корни дерева и само дерево символизируют начало жизни. У основания этого дерева течет вода. Вода – тоже символ жизни и символ начала жизни. По задумке автора, памятник вращается вокруг своей оси и проходит один круг за три минуты. Сегодня он не вращается, наверное, потому что будний день, мало здесь людей отдыхающих, поэтому будем мы вращаться. Мы повращаемся и посмотрим этот сквер. Визитной карточкой Харькова стали фонтаны. Их очень много в Харькове, наверное, это хорошо, потому что в жаркую погоду возле фонтанов всегда легко и интересно отдыхать. Поэтому сквер мыслителей не стал исключением. Красивые газоны, новые молодые деревья, которые тоже символизируют то, что Харьков развивается. Скамейки для отдыхающих. Хорошее, красивое место для отдыха – это то, что делает Харьков привлекательным для туристов. Поэтому я приглашаю наших жителей Харькова и, конечно, гостей это место посетить. Довольно приятное и уютное место. Будем заканчивать нашу маленькую прогулку и экскурсию. Если вам было интересно или вы узнали что-то новое, то ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал «Прогулки с Натальей». До скорых встреч! Пока-пока! Продолжение следует...